Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка я не распоряжаюсь а вентилятор вот здесь вот забор на время стройки будет а у нас почему сказали с той стороны как бабушку 80-100 килограмм если бы жили потом в этом доме и говорили ну вот я вот этой стройки сказал что забор будет с той стороны идти вот и ради бога и без этого камаза но в любом случае конечно должны все за и против у нас тут никто не спрашивает люди которые живут они во первых она будет круглогодичная и она закрытая она не вам про звук говорят причем не круглогодичные но это сейчас вы сами сказали это вот наше это наше мое да не наше это мое а звук я в этом доме живу так мы вам рассказали что у нас была здесь детская площадка смена сюда дети выходили коньем в школу один готов украли в футбол взрослые приходили это вот теперь они конечно это была наша дворовая площадка осталась арена для района когда у нас полно много свободной земли нам втыкают подождите она не в шаговой доступности вся земля который вы творите вот через 100 метров через какие-то понимаете вот всех всегда говорят так вон идите туда а те тоже скажут что и вы понимаете на территории аэропорта там какая площадь подождите минуточку но почему люди оттуда должны сюда и отсюда до аэропорта сколько а теперь нет тут еще разговор идет о привязанности к школе какая там школа ну школа там катается ну че надо там а мы в школе ходили на вас на ботанический царь кататься на луж и было нормально было но закрыть сейчас у нас сейчас вопрос ставится о том чтобы закрыть у нас лишает дворовая территория который будет создавать тень она будет накаляться от нее будет идти жар а шума сколько будет идти жар от нее от аренда сколько будет идти жар не сказали что прямо сейчас поедем послал а что не говорится об этом не думают а когда девочки стоят в казани стоит сколько там шума не знаете не читайте позитивно только то что в ней в городе за вашим веке в окно да какой город микрорайон какая разница город давайте мы посмотрим сначала холодильное оборудование не во всех магазинах стоит исток единицы одиночей полно чтобы просто оборудование вы нормальный площадок как оно работает вы просто ходили по этой площадке это была дворовая площадка была вся в степени в домах не рядом в домах я здесь так есть система она тоже обрабатывает шум подъем 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 Смотрите, как функционирует ледовая арена, мы договорились с директором, она проведет политическую связь, потому что у вас будут много вопросов по ее функционированию, гробка работы с холодильной установки, как она работает, были вопросы. Поэтому мы и склонируемся, что мы поездим. Ну где-то на часа полтора мы с вами туда-сюда и так вместе с эксплуатацией займемся. Параллельно мы с вами обсудим вопросы, касаемые самой ледовой арены. Давайте вопросы, вот нас сейчас ждут на экскурсии. Мы не будем на экскурсию проводить. Да, вот рядом тверд. Я жду вас в автобусе сейчас по этому вопросу. Мы доезжаем до, как и говорили. Они тут пылят, а мы гуляем. Поговорим. Давайте, добрые люди. У меня есть карты. Мы в школу, где вторая школа дали поручение. Мы живем на улице Осипова 12. Около нашего дома, в непосредственной близости к Осипову 12, 10, 8, 24, 22 планируется возведение ледовой арены. Данная ледовая арена является крупным строительным, спортивным сооружением. И она планируется ее постройка непосредственно вблизи к нашим домам. То есть не то, чтобы не менее 100 метров, а менее 50 даже метров, что не выдерживает никакие санитарные нормы и правила, правила шума. И за близости к нашим жилым домам мы думаем, что после возведения данного объекта будут нарушены наши права как на жизнь саму, на отдых, на вообще спокойное времяпрепровождение. На чистый воздух. На чистый воздух и нанесет ущерб вообще всем нам. Здесь проживает очень много людей, и маленьких, и больших, и старых. Старые не могли бы протестовать. И нас удивляет то, что закладывая такой серьезный объект, не провели нормальную оценку вот этой территории, нормальной возможности строительства такого объекта. Не узнали мнение жителей, и его строительство подвергнет опасности существующие все инженерные сети, которые ведут к этим домам. И нанесет ущерб вообще всему, всему, что есть. Здесь водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, все старое. Дома 63-65 года постройки. Мы считаем, что это ненужная смертельная нагрузка на данные жилые дома. Совершенно нельзя делать такие объекты в спальном районе, по сути. По сути, спальный район. Несколько жилых домов, которым больше 50 лет. И хотелось бы, чтобы власти относились с пониманием к возмущению жителей. Мы не просто так возмущаемся. Действительно, проблема очень большая сейчас. Хотим, чтобы прислушались к людям хоть раз при закладке таких объектов. Чтобы к людям не относились как, не знаю, не делали гетто здесь. Здесь спальный район, еще чтобы здесь вообще такие вот объекты всовывались и влекли такие последствия. Хотелось бы, чтобы не относились как быдвы к людям, а прислушивались. Я так понял, что жители больше бы устроили, если бы тут сделали благоустройство, благоустроенные площадки. Да, правильно вы говорите. Здесь была хоккейная коробка. Кстати, раньше была ограждена нормальным ограждением. Потом его сменили вот на этот, который сейчас сняли. Рядом скверик, где стоят лавочки, детская площадка. Можно было благоустроить существующие вот эти объекты. Опилить, возможно, опасные деревья, убрать какие-то, которые уже слишком взрослые или опасные. То есть оккультурить имеющийся земельный участок и зеленую зону. Это вот нужно было сделать. Стандартный каток доволен так себе. А не давать дополнительную нагрузку на вот этот земельный участок. Мы все против, вот кто пришли сейчас. И кто не пришли, тоже против. Стандартный каток. Субтитры создавал DimaTorzok